Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Да, все должны работать легально. Всем бомбилам красный свет. В «Анапе» всерьез возьмутся за нелегальных таксистов. Чтобы город стал более привлекательным, социально активнее. Ну, все вы знаете, школ не хватает, садиков не хватает и так далее. Но очень сложно делать это все. Однако делается. Что такое социально ориентированный бизнес и каким видят экономическое развитие «Анапы» предприниматели в эксклюзивном интервью? Оранжевое небо – оранжевые люди. Необычное природное явление взбудоражило жителей края. Откуда взялся цветной дождь, расскажем. Водители частников лишат права бессрочно находиться на площади аэровокзального комплекса. А к железнодорожному вокзалу прикрепят таксистов, имеющих лицензию. Тема наведения порядка в сфере частного извоза стала одной из главных на очередной сессии Совета. Депутаты обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы ликвидировать нелегальный рынок на курорте. В сессии принял участие глава города Юрий Поляков. Он потребовал максимальной отдачи от своих подчиненных и призвал полицейских к более активным действиям. Около 500 таксистов-нелегалов действуют в городе-курорте. Такую цифру озвучили на краевом уровне. Она стала отправной. Можно создать безопасный и регулируемый рынок оказания услуг такси в течение месяца, если все контрольные надзорные органы муниципального образования отнесутся к наведению порядка в данной сфере услуг по-другому, по-государственному. Впереди не только курортный сезон, но и мероприятия, связанные с проведением чемпионата мира по футболу. Поэтому вопрос с нелегальными таксистами необходимо решать радикально. За минувший год число легальных таксистов увеличилось в более чем в полтора раза, до 929. Ежегодно в городе-курорте штрафуют примерно по 250 нелегалов. Десятки машин оказываются на штрафстоянках. Многие считают, что дешевле получить лицензию. Вместе с тем, закон предусматривает конфискацию транспортного средства в пользу государства. Такой практики на территории Краснодарского края практически нет. Вы должны быть первыми. Вопрос с председателем суда. По данному вопросу написано письмо. И будет проводиться встреча для того, чтобы и... Встреча будет проводиться, когда будет проводиться эта встреча. Я хочу тоже принять участие в этой встрече. С другой стороны, для лицензированных таксистов предусмотрены стоянки в центральной части города, а также возле авто и железнодорожного вокзалов и в аэропорту, где уже есть собственная служба такси с прозрачными тарифами. При этом полицейские сообщили, что есть водители с пропусками на территорию, которые не ограничивают время нахождения. Документы действуют до 1 апреля и продлять их не будут. А на железнодорожном вокзале также планируется создать собственную службу такси. Какой-то аукцион или как-то таким образом закрепить за железнодорожным вокзалом такси. И мы будем вместе, совместно с ними, они будут и нам помогать. И естественно мы будем помогать им наводить порядок. По словам главы города, времени на раскачку у городских служб практически нет. Юрий Поляков поставил задачу навести порядок на рынке такси до конца мая текущего года. Да, все должны работать легально. У нас нелегальные такси, несанкционированная торговля, контрфактный алкоголь. А потом говорим, где налоги, почему дороги не делаем, все мы можем, если захотим. Решением совета в городе создадут специальную рабочую группу с участием представителей правоохранительных органов. Юрий Поляков потребовал конкретных действий, а не общих фраз, чтобы был результат. Поправки учли. К обсуждению темы будут возвращаться еще неоднократно. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. 47 прямых договоров и 477 договоров о намерении их сотрудничать подписали сельхозтоваропроизводители и предприниматели, участники продовольственной ярмарки «Инфотур». В ней приняли участие порядка 60 производителей и переработчиков мясной, рыбной, молочной продукции, вина, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Выставку посетили более 250 представителей торговли и общественного питания, санаторно-курортной отрасли, а также около 200 предпринимателей из соседних районов. Глава НАП Юрий Поляков отметил, что ассортимент и качество продукции местных производителей сегодня настолько высоки, что рынок в поставках из других регионов просто не нуждается. Цель и задача максимально увеличить потребление продукции санаторно-курортным комплексом и объектами торговли на территории НАП, именно кубанскими производителями, в том числе и анапчанами. Ярмарки, выставки нацелены на то, чтобы все сельхозпроизводители объехали береговую зону там, где летом бывает до 15 миллионов на всем берегу отдыхающих. То есть это такой пласт для реализации нашей кубанской продукции. А ведь наши многие производители говорят, ну не могу продать, не могу. Поэтому проводят такие ярмарки-выставки, на которых они показывают свою продукцию. И говорить о качестве верю и уверен в том, что наша продукция самая лучшая кубанская. Также глава курорта отметил, что продовольственная ярмарка заметно выросла и площадка уже не вмещает всех желающих принять в ней участие. Поэтому не исключено, что в следующем году место проведения изменится. В Анапе продолжаются рейды по стройкам, а также другим местам, где могут проживать или работать нелегальные мигранты. В этот раз одного из рабочих оштрафовали. Полицейские, казаки, сотрудники городской администрации проверяют одну из строек в Анапском сельском округе. По оперативной информации здесь работают иностранцы. После проверки выяснилось, что у двоих есть все необходимые документы. Одному грозит штраф по размере 3000 рублей за отсутствие регистрации. Рейды проводятся в еженедельном режиме в рамках работы межведомственной группы, которая действует по поручению губернатора Краснодарского края. Отрабатывается территория граждан строительных кооперативов, садоводческих товарищей, также торговых комплексов. Именно выявляем факты нелегального пребывания иностранных граждан на территории муниципального образования. А здесь строят коттеджи. Рядом стандартный вагончик для строителей. Тут живут Нуридин Гафуров и его брат. Они из Узбекистана. Приезжают на заработки в Анапу уже третий год подряд, на несколько месяцев. У них есть регистрация, патент на работу, потому что дома семья и рисковать себе дороже. Ну что делать? Надо работать, чтобы мне в следующий год еще надо приехать. Семью кормили, четыре ребенка и три внука. Такую ситуацию специалисты считают практически идеальной и уже давно не редкой. Всем добропорядочным иностранцам, работающим в Анапе, они рекомендуют держать при себе необходимые документы, потому что проверки будут постоянными. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. На Пионерском проспекте в районе санатория Софии приступили к строительству еще одной арки, которая обозначит и украсит проход к морю. Идея подчеркнуть индивидуальность Пионерского проспекта с помощью единых архитектурных элементов принадлежит главе города Юрию Полякову. Его поддержали предприниматели. Арку возводят руководители близлежащих санаториев и дельфинария. Она будет уже второй. Первую открыли в проезде Золотого берега. Еще две в ближайшее время появятся в районе аквапарка Тикитак и санатория Жемчужин России. Всего же на Пионерском проспекте установят 15 подобных архитектурных сооружений. По словам предпринимателей, участие в таких проектах делает честь для людей, которые любят Анапу и стараются сделать ее красивее и привлекательнее. Какая-то фишка всегда была в нашем городе. Потом это все немножко затухло. Сейчас вот с приходом нового главы мы возрождаем. Вот рядом мой сосед Гуленко Александр Яковлевич, я Дмитров Александрович, вот Акопян Юрий Мушегович напротив, видите его. Это все они дальше будут продолжать. Мы делаем свой проход, другие предприниматели дальше. Димойев Валерий тоже принимает здесь активное участие. Я вам скажу, предприниматели откликнулись на этот призыв о благоустройстве своего города, о приведении его к мировым стандартам, об улучшении его, о красоте его. Ну кто как не мы? Конструкция капитальная. Толщина бетонного основания почти полтора метра. Саму арку облицуют декоративным кирпичом. Новая достопримечательность будет достигать 7 метров в высоту и более 9 метров в ширину. Если погода будет благоприятной, то строительство завершат к концу следующего месяца. И о том, какие еще городские проекты готовы поддержать предприниматели и что значит быть патриотом. Об итогах выборов президента России и перспективах санаторно-курортного бизнеса. Почему нашему городу повезло и станет ли Крымский мост стимулом для нового этапа в развитии Анапы? Об этом мы поговорим с уполномоченным по делам предпринимателей депутатом муниципального совета Александром Дмитровым. Александр Анатольевич, тема этой недели, да и впрочем, эта тема будет, наверное, еще долго оставаться основной в информационной повестке. Это, конечно, выборы президента России. Не вдаваясь в глобальные политические процессы, что это значит для Анапы? Ну, понятно, что, как и для любого курорта, состояние малого и среднего бизнеса – это показатель благополучия территории. Вот здесь ваш прогноз, что нас ждет? Вы знаете, прежде всего, о выборах. Я говорил и своих избирателей настраивал, и, можно сказать, свою семью и друзей. Я считаю, стабильность прежде всего. Наш президент за эти годы, буквально с 2000-го, вот возьмите, года, ну, я считаю, считают мои друзья, очень много сделал для своей страны, будем так говорить, поднимают Россию с колен, включая, включает это и город наш. Мы за то, чтобы наша страна развивалась и дальше, за то, чтобы потрясения, которые были, я думаю, вы все помните, и 90-е годы, и ранее, которые были уже в далеком прошлом. Нам нужно двигаться вперед. И я думаю, вообще, и средний бизнес, и малый бизнес, ну, я за крупные нервы, все равно он будет, он основа, основа экономики нашей страны, и мы вытащим свою страну, можно так сказать, на совсем совершенно другой уровень. Бизнесу все равно легче, все равно какие-то вещи у нас, ну, идут нам навстречу, будем так говорить. И налогообложение у нас неплохое, можно сказать, если по сравнению с другими западными странами, там, возьмите Германию, Бельгию, особенно, там, Нидерланды, у нас щадящее налогообложение, я уже говорил и говорю, что 6% от оборота или там 13% от дохода, это очень хорошо. Да, есть какие-то другие еще налоги плюсом, но все равно это, в общем, это гораздо меньше. Я скажу, все равно уменьшилось количество проверок, вот, по бизнесу, если брать. Конечно, еще, что скажу, ну, надо любить свой город, свое дело, то, чем занимаешься, надо развиваться, надо знать. Любви к городу. У нас сейчас предстоит решить очень сложную задачу, основную задачу, подготовка к уротному сезону. Ваша оценка, насколько сегодня активна предпринимательская среда? Полгода назад мы советом избрали нового мэра, я считал и считаю, что городу повезло, потому что Поляков Юрий Федорович, это, можно сказать, уникальный человек, он здесь проработал уже 10 лет, начинал и вот главы Благовещенской, и зама по курорту, и по торговле, то есть он знает все. Он знает, это, знаете, вот начинаем, когда вот новый глава приходит, а где улица Гребенская, слушай, там репутин, а где там то? А этот человек, который знает все. В этом плане городу повезло, и он стремится к тому, чтобы город был лучше. Это общие фразы, но что под этим подразумевается? Каждый день буквально начинается с того, что человек обходит все такие точки, наши болевые, и предлагает пути решения. Предприниматели, которые у нас здесь работают, которые давно живут, ну просто вот с радостью и ждали все такого мэра. Все вот, между прочим, ну вы, наверное, помните время тоже там ранее, которое там было с таким подъемом, начинался там, там и плитку стелили асфальтом, все-все-все-все-все, это, знаете, про кого я говорю, потом все это немножко затихло, все ударились строительством многоэтажек, все. Сейчас вот Юрий Федорович, он разворачивает, чтобы город стал более привлекательный, социально активнее. Ну все вы знаете, школ не хватает, садиков не хватает и так далее, но очень сложно делать это все. Однако делается, строится уже три садика новых, там две школы и так далее, и так далее. Предприниматели это все видят. У нас предприниматели очень любят свой город, это я откровенно скажу. Вот возьмите Димоев, тот же вот Акопян Юрий Мушегович, вот Гуленко Александр Яковлевич и многие-многие, Папандопа Александр Григорьевич, это я говорю из разных сфер, Лемехов, вот, Олег Юрьевич, они все работают в различных сферах, то в курортах, то в торговлях, то в строительстве, но вместе с тем, если когда мы собираемся в общем и говорим, что там-то надо, там-то надо что-то построить, что-то сделать, что-то улучшить, отказа ни у кого нет, все с удовольствием, буквально каждый говорит, что это сделаю я, это сделаю я. Все вы знаете сейчас вот про арки, которые мы хотим вот на века оставить, въезды от Спионерского проспекта к пляжу, и вот, наверное, одну из первых уже я тоже начинаю делать, вот с Гуленко Александром Яковлевичем, спасибо, ему тоже принимают активное участие и так далее. Вот Акопян Юрий Мушегович, мы сейчас подряд пойдем их штук 8 проездов оформим в цивилизованном таком стиле, с подсветками и к уротному сезону, я думаю, это будет уже готово, и люди приедут не узнают, потому что каждый человек, который сейчас сюда приезжает, ищет, смотрит, а что было, а что стало, лучше это или хуже, плюс вы все прекрасно знаете, что у нас мост вот-вот запустится на Крым, а это, я вам скажу, немаловажный фактор, это испытание будет для всех наших, и ательеров, и торговли, надо делать лучше, красивее и дешевле, тут вот никак не сделаешь, потому что народ поедет в Крым, это однозначно, поедет даже по той простой причине, что давайте посмотрим, а как там, вот давайте сравним, как в Анапе или там в Глинджике, и как там, и народ туда поедет, и к этому надо быть готовым, это придает какую-то соревновательность в наших курортах, я думаю, сейчас просто так на ура, ну куда денутся, все равно приедут, уже не пойдет. В чем преимущество Анапы? Анапа это детский семейный курорт, никуда от этого не денешься, и это очень правильно, потому что любая мама, любая бабушка, она привезет своего внучка, сынка, погреться на теплом солнышке, на песочке, и подзарядиться на всю оставшуюся зиму, вы посмотрите, везде сейчас снегопады, в Москве минус 20, а у нас плюс 15, никто не понимает, как это так, но вот такая уникальная природа нашего города, плюс песчаные пляжи, поэтому надо только в этом направлении работать, о чем Юрий Федорович и говорит, вот совещание было, надо пляжи все привести в такой идеальный порядок, что человек действительно приезжает, он же, ну кровать хорошо, ну телевизор хорошо, ну в номере хорошо, но основное достоинство это пляж, это песочек, это чистое море, все пляжи должны быть открыты, все пляжи должны просматриваться, вот сейчас ставится вопрос у Юрий Федоровича, чтобы убрать все вот эти вот огромные заборы, загородки и так далее, чтобы люди проходили, смотрели, и было это все цивилизовано, вот к этому мы стремимся, и я думаю, это все получится у нас, к сезону будут хорошие пляжи, надо всем работать на одну цель, отдыхающий наш золотой, его любить, лелеять и привлекать сюда, в наш город, по-другому не будет. Вы с одной стороны представитель и, собственно говоря, голос предпринимательства Анапского, а с другой стороны вы представитель власти, вы входит в состав, наверное, самых сложных комитетов, это комитет по наполнению доходной части, да, и по эффективному расходованию, вот как здесь удается находить баланс? Бюджет, это как организм, знаете, он постоянно как-то должен меняться, должен что-то, вот нам много дают сейчас краевые власти, мы принимаем участие в различных программах, где там 5-10% своих софинансирования, остальное нам дает краевой бюджет, федеральный бюджет, это очень сложная работа, но глава поставил задачу, и бюджетный комитет, и совет тоже, чтобы мы участвовали во всех программах, вот сейчас благоустройство дворов, вы знаете, было голосование, и так далее, и так далее, если мы, а их порядка, наверное, 60 программ, если мы будем участвовать во всех программах, то, ну, город изменится, он и сейчас меняется, вы знаете, в лучшую сторону, я думаю, вы видите. Александр Анатольевич, а не бывает обидно, когда, ну, что скрывать, есть люди, которые критикуют власть, а вот недоработали, а вот мне и сделали? Действительно бывает обидно, потому что критиковать легко. Что ты сделал для того, чтобы город был лучше? Мы же все живем, это наша, говорится, лодка, которую раскачивать-то нельзя, люди видят со стороны, люди видят со всех городов, а мы там начинаем вот это, там самое плохое что-то находим, выкладываем это в интернет и думаем, ой, какие мы патриоты. Я считаю, патриот тот, кто хоть каплю внес в благоустройство города, свою, и это будет правильно, если мы все вот в этом плане будем работать, то вы увидите, как изменится город в лучшую сторону. Потому что, ну, если сто человек критикуют, а один что-то делает, ну, все равно это будет незаметно и будет очень мало. А если 99 будут делать, а один критиковать, это будет гораздо лучше. Ему будет стыдно. Да, я вот в этом плане, я, ну, я практик, понимаете, я вообще вот, если вы заметите, я очень мало выступаю, выступаю очень мало, я просто работаю. И призывал, и призываю всех знакомых предпринимателей к этому. Кстати, они все это прекрасно понимают, что говорить можно одно, а делать, вот часто говорят, вот там депутатам выделяют деньги, там, т-т-т-т, а они вот там не делают такие, да никто ничего, я поверьте мне, никто ничего не выделяет. Все то, что мы делаем, мы делаем за свои средства. Еще, я уже второй срок здесь, вот депутатский я имею в виду, было 5 лет, сейчас уже вторые 5 лет, и за это время никогда. Если мы участвуем в каких-то программах, то это программы общегородские, там, общие, там, союзные, где там улицу и так далее, в основном в сфере ЖТХ. А такие вещи, я думаю, вам все депутаты об этом скажут, все практически помогают. Я призываю всех жителей города, включая предпринимателей своих дорогих и любимых, делать дело. Просто подмести, убрать, подкрасить, посадить цветы, и вы посмотрите, как город просто расцветет. Спасибо за этот разговор. И удачи вам в вашем нелегком деле. Метеорологи сегодня отмечают свой профессиональный праздник. В России он стал официальным в 2008 году. В Анапе тоже есть свои синоптики. Профессиональные предсказатели погоды трудятся в морской гидрометеорологической станции Анапа. Станция существует больше века. В прошлом году ей исполнилось 120 лет. Данные о погоде здесь собирают каждые три часа. Измеряют температуру воздуха, земли и силы ветра. На техническом вооружении как классические барометры термограф, так и современная автоматическая станция, которая измеряет погодные данные с точностью до сотых. Сбор информации производится круглосуточно, то есть независимо, ночь, день. Сбой это ежечасно, даже можно сказать ежеминутно. Отсюда от нас сразу идет Краснодарский гидрометцентр и Ростовская ОГМС и Москва. То есть непосредственно сразу попадает на синоптика. На основании этих данных, то есть это у нас станции 35 станций, на основании этих данных делают уже синоптики, прогнозируют погоду. То есть продвижение циклонов, антициклонов. Как рассказали нам в метеостанции, несмотря на довольно пасмурный март, средняя температура воздуха даже выше климатической нормы на 4 градуса, а вот апрель ожидается прохладным. Хотя временами температура будет подниматься до 17-19 градусов тепла. Однако метеорологи советуют принимать любые капризы погоды, ведь известно, что ее плохой не бывает и сделать свой день чуточку теплее и светлее во власти каждого человека. Но сейчас жители Анапы больше беспокоят необычные осадки. Оранжевый дождь сегодня выпал сразу в нескольких районах края. Пользователи соцсетей с утра выкладывают фотографии и видео последствий дождя, который оставлял желтые разводы на автомобилях и грязные следы на одежде. Необычное природное явление породило массу слухов. В сети появилась информация о том, что причиной аномалии стал взрыв на Белореченском химзаводе. Но в краевом управлении МЧС это опровергли. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю официально заверяет жителей края о том, что никаких оперативных событий на промышленных объектах Белореческого района не происходило. Оперативная остановка стабильная, в норме. По информации краевого гидромедцентра, причиной цветных осадков стал облачный фронт, который на территорию края принесло со стороны Средиземноморья, где накануне бушевали песчаные бури. Анапчанка прошла наочный этап всероссийского интернет-конкурса «Моя альтернатива», которую организовала Лига здоровья нации. В нее входят известные спортсмены, общественные деятели, врачи и педагоги. В короткие сроки заместителю директора гимназии «Росток» Ольге Венгерской удалось организовать с ребят и общими усилиями создать оригинальный видеоролик. Основной смысл конкурса – пропаганда ценностей культуры и здорового образа жизни среди молодежи. Ролик должен нести позитив и быть информативным. Решение участвовать в конкурсе было принято в последний момент, так что на создание проекта оставалось всего несколько дней. Но ребята под руководством педагога справились с задачей. Работа попала на очный этап. Гимназисты должны были показать альтернативу проведения досуга и передавая вот эту табличку «Моя альтернатива». Таким образом мы сняли несколько ребят, сняли один класс. В итоге получился вот такой веселый видеоролик. Я всегда ребятам говорю, ну если я могу это делать, значит и вы можете. Я хочу, чтобы таким образом моя работа побудила наше молодое поколение, во-первых, заниматься здоровым образом жизни, думать о своем здоровье, заниматься дополнительными видами деятельностей, которые их развивают. По словам Ольги Венгерской, в самой гимназии много альтернатив для досуга. Некоторые отражены в конкурсной работе. Здесь функционирует 26 кружков по интересам. Регулярно проводятся классные часы на тему здорового образа жизни. Всего в конкурсе участвует более 200 проектов. По итогам будут определены 5 победителей. Их выберут посредством голосования. Поддержать Анапчанку можно на официальном сайте Лиги здоровья нации в разделе «Моя альтернатива». Авторы лучших работ попадут на церемонию награждения в Москве. Победителям вручат дипломы и денежные призы. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Питязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. КОНЕЦ